весна наступила смотрите какая классная весна весна очень хорошая погода стоит неохота работать скажите честно хочется посидеть полежать посмотреть телевизор и вообще просто пленать на все расслабиться куда-нибудь ноги в песок засунуть и ни о чем не думать часто такое бывает часто бизнес когда у вас наступает такое настроение у вас есть один единственный путь позвонить спонсору и сказать спонсор слушаю что-то у меня такое настроение делать ничего не охота как-то так как-то мне грустно работаю работаю а ничего не происходит а если происходит очень медленно что делать с вами поразговаривает расскажет историю да я не понимаю сам такой я в прошлом году тоже но потом я взял вот вот так вот сделал почитал эту книжку послушал эту музыку посмотрел это видео посмотрел в этом на этом вот блоге вот то-то то-то и сказал себе нет я хочу вот у меня записаны мои мечты мои цели и я пойду ты знаешь я пошел в тот день двух человек подписал я понял что когда наступает такой момент тяжелый когда совсем трудно тогда надо как раз прибавить есть такая книжка называется искусство торговать и написал том хопкинс гениальный человек у него сейчас своя компания тренинг и он обучает продажам и он рассказывает там одну историю историю это будет очень похоже на историю тома шрайтера в том смысле что занимался он короче говоря занимался он риэлторскими продажами но недвижимость и ничего не по не происходит клиентов вроде как бы потенциальных много а никто ничего не покупает денег нет сделать нет комиссионных нет голод начальник давит и в общем но в офисе тоска все зеленая рожи этих клиентов противно смотреть короче все какие-то кругом уроды никому ничего не надо людей нету денег кругом депрессия кругом кризис ну короче говоря облом как русские люди говорят и говорит я так себя чувствую плохо сижу в офисе за столом мучаюсь страдаю подходит шеф и говорит слушай у тебя это самое я смотрю настроение него жнецкое что-то у тебя наверное депрессуха наверное тебе как-то нехорошо нынче да ты понимаешь вот никто ничего не покупает потому что и начинаешь жаловаться ну слушай тогда нам надо с тобой поговорить пошли и мы пошли выходим садимся в его машину а он начальник отдела продаж опытный такой битый тертый уже сели в машину и едем но я думаю сейчас классная машина приедем в барчик сядем за стойку выпьем по кружке пиво я поплачусь он меня поддержит утешит вытрет мне сопли и как-то будет вот расслабить и еду с таким уже настроение уже улучшается вдруг он тормозит на средине дороги и говорит значит так слушай сюда вот видишь вот этот дом частные дома одноэтажные стоят вдоль дороги в америке вот вот от этого дома и до офиса сегодня заходишь и разговариваешь людьми и ищешь клиента на покупку и продаж дом и мне придешь вечером доложь иначе я тебя выгонят нахрен понял вперед и вытолкал меня из машины хлопнул дверь и уехал если бы вы знали как я его ненавидел в тот момент я его ненавидел так что просто сволочь короче говоря и вот я постоял поругался поплевался папа покричал в небо попсиховал делать нечего пошел в первый дом постучался думаю ну на скотина на никому ничего не надо все равно ни одна сволочь ничего не купит ничего не хочет ник никому это не интересно через три часа я доплелся до офиса слово доплелся неправильно я прилетел в офис потому что я обошел там порядка там сколько-то там три десятка домов поговорил с двумя десятками людей у меня появилось четыре потенциальных покупателя у меня появился такой настрой такая вера в то что я победил что у меня все получится что я не сломался а наоборот у меня был такой подъем и когда я зашел в офис зашел в кабинет своему этому шефу и служащий ну лекарство помогло меня вот так всегда под самый зад как ну пока я не стал человек иди нахрен и работай хоть что-нибудь делай звони бери телефон бери телефон и начинает звонить иди разговаривать каким-нибудь человеком и у тебя все начнется не размазывать сопли трудные времена бывают у всех и только сильные те которые станут с победителями умеют эти трудные времена обернуть в плюс в прибыль в будущие доходы в достижение цели вперед идите и разговаривайте с людьми оторвите свой зад я сказал грубее от стула отойдите от компьютера идите разговаривать с людьми у вас будут деньги